Более 200 тысяч лет, почти не меняя русло, сбегая с Валдайской возвышенности и пересекая с северно-юг Россию, Белоруссию, Украину, плавно несет свои воды река Днепр, питая Черное море. Для любителей истории есть еще белые пятна в многовековом освоении этой воды артерии, расположенной почти в сердце Европы. На берегах этой реки расположен и мой родной город Орша, первое упоминание о котором встречается под 1067 годом. Однако ясно, что поселение с этим названием существовало и раньше. Имеется несколько вариантов происхождения названия города. На сей счет и у меня возникло предположение. В частности, о финно-угорской первооснове в названии Орши считаю, что название города произошло от реки Оршицы, в устье которой расположена Орша. Ведь обычно при расселении представителей племен и народов названия вначале присваивали рекам и озерам, а уж потом и поселениям, расположенным на их берегах. Тиш-библиотек, анализ справочного и картографического материала, знакомство с исследованиями крупного финского языковеда и этноографа Матиуса Кастена и венгерского ученого-лингвиста Антела Регули, А также приведенные две водные наушно-туристские экспедиции, привели не только к версии финно-угорского происхождения названия реки Оршицы и поселения Орша, но и к пониманию значимости этой территории в более поздних перемещениях викингов. Но все по порядку. Так, на протяжении более 5000 километров от Бурятии через Сибирь, Уральские горы до Волги, вверх по этой реке, а затем на север до Финляндии и на юг до Венгрии, было найдено 5 населенных пунктов Сосновой Орша и 11 населенных пунктов Сосновой Орша. Нередко, рядом с ними, расположены реки и озера таких же названий. Возникает ощущение, что кто-то как бы специально обозначил свой путь, оставив одинаковое название как подсказку нам, современным исследователям. Наибольший их ореол распространения наблюдается в Марирел, 6 поселков и одна река. К слову, Оршан по-бурятски – целебный источник, а Орша по-морийски – вода в русле, то есть река. Расположение однородных топонимов и ядронимов вполне совпадает с ранее высказанными предположениями Антла-Регули о путях древних перемещений финногорских племен на север и юг. Вот и возможная разгадка финногорского происхождения названий белорусских реки Оршицы и города Орши расположена на южной ветве перемещений финногорских племен. Такие же названия, а это озеро, поселение Орша и река Оршица имеются на северной ветве перемещений финногорских племен, которые расположены в ныне Псковской области в бассейне реки Великой. В 1990 году оршанские краеведы и туристы совершили тысячекилометровое водное путешествие на Псковшину в гости к жителям поселка Тески. Они стартовали в Белорусской Орше, а преодолев два водораздела, финишировали уже в Псковской Орше. Во время этой двухмесячной экспедиции поняли, что расстояние выдумали люди, живущие в коротком временном отрезке. Тысячелетняя же история человечества просто его игнорирует. Доказывая, что все мы люди одной семьи, а сегодня это важно. В свою очередь, на водоразделе рек Днепр и Западная Двина одновременно прикоснулись и к разгадке маршрута Викингов, слово Тиноднепр, придя к выводу о том, что древний путь из варя в реке вполне мог проходить и через наш город. Судите сами, аргументов несколько. Именно в этом районе Западная Двина наиболее близко подходит к Днепру, по воде всего 150 километров. Далее, не только в узловых точках этого кратчайшего расстояния, но еще и в устье рек, сбегающих с противоположных сторон водораздела, думаю не случайно, расположено два крупных поселения. Это Витебск на Западной Двине и одновременно в устье реки Лучосы, а Орша на Днепре и одновременно в устье реки Оршицы. Длина же волока на водоразделе между реками Лучосы и Оршицы от 6 до 15 километров. Все зависит от выбора волока, а он возможен сверху в рек, а дров ранее Ордов и Оршицы на притоке реки Лучосы. Приняв старт в Орши на Днепре, мы около 30 километров поднимались вверх по реке Оршицы на водораздел до ее истока, озера Большое Ореховское. О том, что через это озеро мог проходить древний водный путь, например, свидетельствуют сохранившиеся среди местных жителей названия некоторых мест на этом водоеме со словами «Пристань». Это Киреевская пристань, Плехановская пристань и Юрьева пристань. Рядом с озером Большое Ореховское расположено озеро Перевалочно, в корне которого славянское слово «волок». Явное подтверждение существования в этом месте древнего волока, его начала или конец. Но если здесь был волок, то рядом должно находиться поселение и сопутствующее ему захоронение. Ведь кто-то должен был обслуживать транспортировку через водораздел грузов и судов. Это поселение вполне могло располагаться между озерами Коресино, Перевалочно и Большое Ореховское, на месте, где еще недавно находился хутор Плеханы. Здесь сегодня растут фруктовые деревья, сохранились остатки фундамента и неизвестно, какие находки хранит культурный слой, скрытый от исследователей. Во время разведки волока через водораздел в районе озера Перевалочно мы обнаружили около 80 древних курганных захоронений, как оказалось позднее еще неизвестным археологам. Настоящий курганный перешеек. И где? На водоразделе. На одном из курганов, расположенном на высотке западного берега озера Перевалочно, находятся эти загадочные камни. Уж не балдское лезохоронение, ведь со всех сторон троси на болот и гладь озер. Во время подготовки к экспедиции наше внимание привлекли гидронимы, расположенные на водоразделах рек Западная Двина, Днепр, с основой Орд. Это река Ордышевка, озеро Ордышева и реки Ордежанка и Одров, ранее Ордов. А на водоразделе рек Ловоть, Западная Двина, озера Ордова и Ордосна. Через озеро Ордосна протекает река Усвяча. По мнению известного белорусского топонемиста Жучкевича, их первооснову следует искать либо в тюркском языке, где она обозначает союз, либо в балдском, обозначающем спор или раздел. Поскольку названные гидронимы расположены на водоразделах, то, вероятно, ближе их балдское происхождение и, скорее всего, первично их значение как водораздел. Если это так, то по этим гидронимам мы способны четко указать маршрут перемещения викингов с Ловоть и на Днепр, который проходил бы через Оршун на Днепре. Но вернемся к экспедиции. Наш путь лежит дальше, на север. Впереди 6 километров уже волоком с озера Перевалочно через водораздел на озеро Ордышева. Присутствие водораздела отсутствует даже по нагромождению камней. Примерно на середине волока мы обнаружили интересный объект. Вот он. Вполне похож на камень-указатель. Например, волока. Чем не стрела? Причем острие этой стрелы указывает точно на озеро Перевалочно. Недалеко от этой находки мы установили памятную доску в честь водной наушно-туристской экспедиции Брисфен-Рубон. В переводе с древнегреческого Днепр-Западная Двина. Тогда, завершив экспедицию и изучив по картам все Днепр-Двинское междуречье, от Смоленска до Борисова установили, что нигде, кроме района возле Орши, нет ни одного похожего ядронима. А ведь, как выяснили, около Орши находится озеро Перевалочно и три реки и озера с балской основой Орд. Водораздел – явный след предков. Но продолжим путешествие. Еще через три километра мы оказались на озере Ордышево, первом водоеме уже Двинской водной системы, которая уютно разместилась среди болот. Приютила же нас живописная высотка на севере этого озера. Впереди нас ожидала неизвестность первопрохождения по реке Ордышевке, берущей исток из озера Ордышево и впадающей в реку Лучосу, в устье которой и одновременно на берегах Западной Двины расположен город Витебск. Во время первопрохождения реки Ордышевке, где каждый километр требовал неимоверных усилий, появилось желание, передвигаясь уже на велосипедах или другом, более мобильном виде транспорта, исследовать местность возле рек, озер и населенных пунктов тезок с названием Оршан и Орша, совершив тем самым путешествие по маршруту древних перемещений финно-угорских племен от Бурати до Финляндии и Венгрии. Ее маршрут проложен таким образом, чтобы одновременно изучить местность и на водоразделе рек Ловоть-Западная Двина, в районе озер Ордова и Ордосна, то есть там, где около тысячи лет тому назад бывали и викинии. Экспедиция рассчитана на три года. Первый этап состоится в будущем году. Но для ее приведения нужны спонсоры. Рекламу гарантирую. Субтитры создавал DimaTorzok